Слава Ситому Богу! Меня зовут Лилия Клинчук. Бог утешает нас через Слово. Назидая и учит нас уповать на Бога. Для этого и умирал Иисус Христос, чтобы мы научились уповать на Бога. И для этого Бог его воскресил, чтобы мы научились уповать на Бога и верить в жизнь вечную. Я, не имея своих последователей, я как бы пионер своего дела. Слышал такую версию, что второе пришествие Христа это утешитель. Придет утешитель. Утешителем Иисус называет Духа Святого. Когда ученики Его просили не умирать, Он сказал, если я не умру, то я не пойду к Отцу. Я умолю Отца, Он вам даст Духа Святого. Все, кто исповедует Иисуса Господа, получают Духа Святого. Но, к сожалению, Духа Святого многие угошают. Когда Бог призывает молиться, они не идут молиться, они угошают. Когда Бог сказал, люди неблагодарны, они угошают. Сейчас нам нужно утешить им. Потому что люди злые. Брат пошел на брата. Написано, что претерпевший до конца спасется. Бог говорит образами. И все понятно. Бог являет свою славу. Мир это не видит. Мир называет. Все произошло инстинктивно. Когда рассказывают, каким образом Он так забил гол в ворота, то отвечает одним словом талант. Написано, что все таланты от Бога. Бог пробивается к людям. Он показывает Себя. Когда футболист бежит и разгоняется до скорости 35 км в час. И это на 85-й минуте матч. матч. Это что такое? Это тоже Бог. Просто мы этого не понимаем. Воздайте Богу славу. Кто останется жить? Кто спасется? Я не знаю. Потому что Слово Божие очень страшное. Я когда изучаю Писание, у меня волосы дыбом стоят. Я не понимаю, что происходит. Тринадцатая глава. У меня просто, как у многих, наверное, сейчас, после того, как мы увидели, что творится после этих орков, какие они оставили города. Я благодарна Богу, что Он с нашими воинами, которые действуют инстинктивно. Одним словом, талант. Но это уже не гол ворот, это уже убийство. Но я за это благодарю Бога. Потому что я бы не хотела быть на месте жителей Ирпеня, Буча, Ворзеля. Я бы не хотела. Господь Бог помогает мне. Поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лице мое, как кремень. И знаю, что не останусь в стыде. Насилие. Это большое зло. Мы не хотим жить на Сирии. Господь смелоится над нами, если мы будем искать Бога. Я умоляю просто отца, чтобы он помиловал Украину, защитил от врага. Я, конечно, поблагодарила Бога за победу. Я благодарю Бога, что освободили уже и освободят другие области Украины. Я верю, благодарна Богу за это. Полностью будет освобождена Украина, полностью. И Крым будет украинским. Потому что я верю в возмездие. Я сегодня просто читала Писание. Конечно, это надо молиться. Очень сильная молитва. Рыдайте, ибо день Господа близок идёт, как разрушительная сила от Всемогущего. Это очень страшное слово. Рыдайте, ибо день Господа близок идёт, как разрушительная сила от Всемогущего. Поэтому я умоляю людей каяться, вызывать Отцу Небесному, призывать имя Господне и спасаться. Потому что жизнь на земле. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись. Судороги и боли схватили их. Мучатся, как рождающие. С изумлением смотрят друг на друга. Лица у них разгорелись. Я благодарю Бога за всех, кто защищает Украину, кто убегает от насилия. Я вспоминаю местописание, где Иисус говорил, если вы не покаетесь, так же погибнете. К сожалению, мы сейчас погибаем. Я исповедую Иисуса Христа, который воскрес. Я проповедую о воскрешении мёртвых. Вот приходит День Господа Лютый с гневом и палающей яростью, чтобы сделать землю пустыней и истребить с неё грешников её. Война началась в феврале. Украинское название месяца Лютый. Лютый. Февраль. Лютый. Фе. Враль. Фе. Негодование, неприязнь. Враль. Врать. Февраль. Лютый. Отец лжи дьявол. С какой ненавистью относится к Украине русский? Ну, не будем его общать, конечно. Бог свидетельствует о вечности на земле. Да, я благословляю всех, кто кается, принимает Иисуса Господом. И доверяет Богу. Звёзды небесные светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своём. Луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло, а нечестивых за беззаконие. И положу конец высокоумию гордых. И уничижу надменность притеснителей. Сделай то, что люди будут дороже чистого золота. Им уже дороже золота афирского. Для сего потрясуй небо, и земля звенится с места своего. От ярости Господа Савофа. В день плавящего гнева его. Тогда каждый, как преследуемого серна, и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Но кто попадётся, будет пронзён. И кого схватят, тот пойдёт от меча. Вот такой конец Бог описывает. Каждый побежит в свою землю. И младенцы их будут разбиты перед глазами их. Домы их будут разграблены, и жёны их обесчищены. Что это такое? Вот и подниму против них медиан, которые не ценят серебра и не пристрастны к золоту. Да, не это время описывается Богом. Враг наш, как раз, очень сильно пристрастен к золоту и ценит серебро. Ну, написано где-то, что Горе тебе. Ты не был ограблен. Грабитель. У тебя тоже ограблен. Я видела большое проклятие на тех людях, которые являются мародюрами. Это в последнее время уже. Луки их срезают юноши и не пощадят плода чрева. Глаз их не жалится над детьми. И Вавилон, краса царств, гордость халдею, будет не спровержен Богом, как Содом и Гамор. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нём. Не раскинет ровитянин шатра своего. И пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нём звери пустыни и домы наполнятся филинами. Страусы поселятся. Косматы будут скакать там. Шакалы будут в чертогах их гиены в усилительных домах. За что мы страдаем? Я уже говорила домой, что если бы люди обращались к живому Богу, если бы искали истину, если бы слушали пророков, то у нас не было бы столько горя. Признайтесь, что вы не ищете священия. Если вы рассуждаете, что жизнь происходит со смертью, как я слушаю некоторые. Наше жительство на небесах, говорит. Всё. Где небеса? Где эти небеса? Давайте будем освящаться. Давайте будем освящаться. Искать Бога. Я проповедую Живое Слово. Это пища для нашего Духа. Не угощайте утешителя, который пришёл к вам обратиться. Не исключайте человека, который говорит от Бога. Режим. Пока. 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 Не вставайте. Призывать покаяние всех, кто хочет жить. Будьте богосоверны.